Игорь Сергеевич рад приветствовать вас. Здравствуйте. Состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис, но поговорить хотелось бы не столько о самих дебатах, сколько в принципе об этих двух кандидатах от Демократической и Республиканской партии. Трамп, например, в который раз заявил, что готов покончить с конфликтом в Украине, а Харрис, наоборот, пугал американцев злым Путиным, который поглотит Трампа, если тот придет во власть, что называется. А вы как считаете, как результаты выборов в Америке могут отразиться на поддержке Вашингтона и Киева? Во-первых, я считаю, что все надежды на то, что приход другого президента коренным образом изменят отношения России с Соединенными Штатами и с Западом в целом, это все от лукавого. Мы, к сожалению, в эту игру играем уже давно. Нас сколько убеждали, что вот сейчас пройдут очередные выборы, и все переменится. Помните, были выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Ох, сколько знатоков Соединенных Штатов и всего остального на свете говорили. Выборы пройдут, демократы потерпят сокрушительное поражение, республиканцы там, а республиканцы это наши ребята, консерваторы, мы с ними найдем общий язык. Прошли выборы? Что-нибудь изменилось? Ну, насколько мне известно, только одно. Поставки вооружения увеличились, и сейчас, как признает Песков, уже снято ограничение на удары дальнобойным вооружением в глубину России. Помните, потом была большая-большая кампания. Грядут выборы в Европейский парламент. Как только они пройдут, правы, а это же наши ребята, это консерваторы, они сопротив всех этих глобалистов, они одержат верх. Выборы прошли. Что-нибудь в политике Евросоюза изменилось? Ничего. Совершенно верно. А, была еще огромнейшая кампания в связи с выборами во Франции. Вот смотрите, Липен, ну это уж своя в доску. Она и в Россию приезжала. При этом, правда, забыли, как она, ее сторонники аплодировали Зеленскому стоя. Это скромно умолчали. Когда он выступал в их парламенте. Вот выборы пройдут. Макрон потерпит сокрушительное поражение. Что-нибудь изменилось? Ничего. И теперь мы уже больше нескольких месяцев слышим всю ту же старую шарманку. Только сменился выборы в Конгресс, выборы в Европарламент, выборы во Францию на выборы президента. Вот пройдут выборы президента, и тогда все изменится. Извините, во-первых, нужно понимать, что судьба России зависит от самой России. Вот сама эта постановка вопроса означает, что мы какие-то такие бессильные сидим здесь и только ждем. А вдруг вот и когда, наконец, кто-то там придет другой, и тогда вся наша жизнь изменится. Если бы наши предки поступали так, тысячелетней России, включая Белоруссию в данном случае, просто не существовало, как не существовало бы великорозов, белорусов и украинцев. Почему-то всегда понимали, что судьба России, судьба своего народа зависит от тебя, а не от того, что там где-то сменится король, император, президент или состав палаты представителей. По-моему, это ключевое. А второе, что я в связи с этим хотел сказать, вы знаете, вот очень много у нас надежд на Трампа, но опять-таки давайте вспомним, что именно при Трампе против России было введено самое большое количество санкций до того, как началась специальная военная операция. Если не ошибаюсь, именно Трамп и начал поставлять вооружение в Украину в свое время. Да, совершенно верно. Именно Трамп начал поставлять вооружение. И так как мы сейчас беседуем на белорусском канале, я хочу напомнить, что именно с Трампом связана попытка государственного переворота в Белоруссии, попытка оторвать Белоруссию от России и пустить Белоруссию по украинскому сценарию. Это кто делал? Не Трамп? Да, конечно, процессы были запущены еще до него при Обаме. Это верно. Но извините, и Майдан на Украине был запущен, то есть процессы, которые привели к Майдану на Украине, были запущены тоже до Обамы. Вот этого забывать ни в коем случае нельзя. Как и нельзя забывать ту роль, которую сыграл Трамп. Ну, формально эту роль играл его госсекретарь. А мы же понимаем, что госсекретарь не ведет самостоятельный политик. Вот я напомню ту роль, которую сыграл его госсекретарь в разрушении, в атаке на православную церковь на Украине. Вот вся эта история с ПЦУ, с вмешательством Константинопольского патриарха, это же чисто американская работа. Причем выполнена в основном при Трампе. Так, извините, какой же Трамп наш Дональдович в доску? От того, что его так обзывают, его противники в Белом доме сейчас? Не думаю, что на это надо полагаться. Нужно смотреть на объективные показатели. Объективные показатели. Самые большие санкции ввел до СВО. Раз. Второе. Попытка государственного переворота в Белоруссии, превращения Белоруссии в антироссию по сценарию Украины. И страшенный удар по православной церкви на Украине. Вот что сделал Трамп. Чем он отличился? Не вижу оснований. Надеется, что все рассосется при Трампе. Ну, а тем, кто в это очень верит, хочу напомнить, что шансов у Трампа стать президентом, ну, где-то в районе одного процента. Кстати, на этих дебатах он это еще раз подтвердил. Когда он сказал, что он не признает свое поражение 20-го года. А поражение 20-го года – это что? Это, как я напомню, государственный переворот. Трамп был отстранен от власти, давайте называть вещи своими именами, в результате государственного переворота. Причем еще за несколько месяцев до выборов тогдашних президентских он открытым текстом говорил о том, что в стране готовится государственный переворот. То есть эта квалификация «государственный переворот» была еще тогда. Но ничего сделать он не смог. И теперь представьте, Трамп становится президентом. Трамп, который намерен поквитаться с теми, кто устроил тогда государственный переворот. Да, конечно, то самое глубинное государство не пострадает. Это очевидно. Но те люди, которые устраивали непосредственно менеджеры, исполнители, что с ними бывает в таких случаях? Мы все смотрели всевозможные фильмы. И знаем, что в таких случаях люди почему-то начинают выпадать из окна, попадать под автомобиль, умирать от сердечного приступа. А это люди не уровня полковников, генералов. Это люди из высшего руководства Соединенных Штатов. Так что вопрос стоит о их физическом выживании. Потому что они понимают, что их просто-напросто, как ненужных свидетелей и участников в случае прихода к власти, зачистят. Заинтересованы они в этом? Конечно же, нет. И тот выстрел в Трампа это доказывает. Но, повторяю, это уже американский разбор. Верить в то, что что-то изменится кардинально, как и верить в то, что есть нехорошие в Америке глобалисты, а есть хорошие в Америке националисты. Ну, уверяйте себя в этом и дальше. Про то, что есть хороший финансовый капитал, то есть хороший промышленный капитал, и есть нехороший финансовый капитал. Есть хорошие крокодилы, а есть плохие крокодилы. Понятная аналогия. И не могу не согласиться с тем, что вы сказали о том, что внимание к выборам в Америке с нашей стороны, наверное, уделяется больше, чем они того заслуживают. Хотя и они тоже внимание нашим выборам уделяют, так или иначе, что в России, что в Белоруссии, как вы сами сказали про эту попытку госпереворота в те времена, когда Трамп еще был президентом. Но так или иначе, несмотря на то, что говорят о уходящей гегемонии Соединенных Штатов, они же по-прежнему остаются одной из ведущих сверхдержав, и во многом от них зависит положение дел на земном шаре, скажем так. Есть ли какая-то надежда, что что-то в их политике изменится? Ну, во взаимоотношениях с Россией и с Белоруссией, например. Или в обозримом будущем такого ожидать не стоит? Здесь как бы два вопроса. Первое. Насчет уходящего гегемона. У нас об этом много говорят, и в Белоруссии тоже об этом много говорят, но почему-то из этого делают странный вывод. Уходящий гегемон, ура, прекрасно, Соединенные Штаты в закате, не сегодня, так завтра, так послезавтра, их сила исчезнет. Извините, уходящий гегемон – это самый опасный гегемон. Я напомню, что Британская империя к концу 19 века была абсолютным гегемоном Запада и почти всего мира. и она имела мощи, наверное, даже больше, чем Соединенные Штаты. Ну, может быть, только Соединенные Штаты превзошли Британскую империю после краха Советского Союза. Когда Советский Союз рухнул, тогда да, Соединенные Штаты превзошли. И ее закат начался в начале 20 века. И тогда тоже писали, что это уходящий гегемон, что теряет силу, и она теряла Британию. Все показатели говорили о том, что поднимаются другие страны, что абсолютного превосходства Британии над другими уже нет. И что сделала Британия? Спокойненько уползла в норку, а тихонько помирать? Нет. Для сохранения своей гегемонии она провоцировала две мировые войны. Напомнить, сколько десятков миллионов людей в результате этого погибли. Потому что давайте назвать вещи опять своими именами. И Первая, и Вторая мировая война были спровоцированы Британской империей исключительно ради того, чтобы сохранить свою гегемонию, которую она теряла. Поэтому гегемон, слабеющий, это особо опасный гегемон. Он понимает, что договариваться ему себе дороже. Раньше, когда он был во всей мощи, он мог себе позволить на какие-то компромиссы пойти и так далее, так как это не угрожало его статусу. А статус — это не просто этикеточка на груди. Гегемон. Я гегемон. И ходит и радуется. Нет. Это как раз то, о чем говорил наш президент. Перераспределение в свою пользу колониальной ренты от ограбления колониального всего остального мира. Как только ты перестаешь быть гегемоном, ты обрушиваешься. Что и произошло, кстати, с Британией. Ау! Что из себя представляет сейчас современная Англия по сравнению с тем, чем она была? Когда, если мне не изменяет память, она контролировала каждый четвертый квадратный километр суши, собирала дань. И контролировала каждого пятого жителя планеты Земля, собирая с них дань. Но мы же видим сейчас, да, мы же видим сейчас практически то же самое, вот этот конфликт в Украине, его же всячески пытаются масштабировать до, по крайней мере, размеров Европы, о чем тоже неоднократно говорилось. Рассматривать это вне схватки за сохранение своей гегемонии нельзя. Еще когда только-только специальная военная операция начиналась, президент России говорил, что стоит на кону в этих событиях. Он говорил, что по итогам этих событий Запад, а Соединенные Штаты это лидер Запада, лишатся своей пятивековой гегемонии. Лишатся возможности собирать эту самую ренту гегемон. Говорил об этом президент? Говорил. Соединенных Штатов этого не понимают? Понимают. И открытым текстом об этом говорят, что если сейчас не нанести стратегическое поражение России, то на глобальном доминировании Соединенных Штатов можно ставить крест. Это официальные лица и говорят. Байден, он просто от того, что из ума выжил, говорит постоянно, что им нужно нанести стратегическое поражение. Нет. Это жизненные интересы Соединенных Штатов требуют. Точно так же лидеры Евросоюза, почему они говорят о том, что противостояние с Россией это экзистенциальное противостояние для них. То есть быть или не быть не наносит они поражение России, не рушится Россия, Евросоюза в нынешнем виде просто не будет. И они это хорошо знают. Вот за что они сражаются на Украине руками киевского режима. А у нас пытаются кто-то представить, что поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И вот один из них наконец одумался, понял, что обзывать другого гусаком нехорошо и помирились. Извините, политика это война, то есть это продолжение политики другими средствами. И раз пошли на войну, это означает, что других средств продолжать прежнюю политику не было. И просто так от того, что кто-то решил, а давай завтра прекратим. Такого не бывает. А как вы считаете, Игорь Сергеевич, насколько далеко они готовы зайти в этом, в удержание своей гегемонии? Они готовы зайти в удержание своей гегемонии так далеко, насколько позволяет их инстинкт самосохранения. И, кстати, сказать, это очень четко. Опять-таки, с самого начала СВО, всегда обозначал президент Байден, над которым у нас принято смеяться. Он всегда говорил о том, что есть один ограничитель. Это глобальная война НАТО, Соединенных Штатов с Россией. Потому что им нужно нанести стратегическое поражение России, им нужно сохранить свою гегемонию, но им не нужно погибнуть вместе с Россией. Им нужно уничтожить Россию. Но не вместе с нею погибнуть. Вот это единственное ограничение. Они не хотят погибать вместе с нами. Но, кстати, из этого совершенно не следует, что прекратить все это можно все у нас два года раскручиваемые карагановщины с экранов телевизора, с печатных изданий, с странных печатных изданий пугать Соединенные Штаты. А, если вы еще что-то нехорошее сделаете, мы по вам жахнем. Любителей у нас заниматься этим пуганием более чем достаточно. Кот, они этого не испугаются. Они боятся реальной войны, здесь они остановятся. Но реальная война нужна нам? Я думаю, что тоже нет. Потому что в этой ядерной войне победителей уже не будет. И сколько бы там всевозможные блогеры, и не только блогеры, тот же Сергей Караганов к блогерам не относятся. Он, помнится, был одним из главных идеологов внешней политики России в конце 19-го, в конце 20-го, начала 21-го века. Вот весь этот курс на вхождение в западную цивилизацию и так далее, и так далее. Общеевропейский дом, это же все он. Так вот, он помнится, когда в одной из своих статьи, даже в нескольких своих статьях, когда призывал жахнуть ядерной бомбой по Польше, по Англии, еще по кому-то, говорил, я с уверенностью 97% даю, что Соединенные Штаты не ответят. Молодец. А 3%? А если ответили, его поймаем и что? В угол поставим? Суточки вот такие. тут у нас есть блогеры, которые вообще говорят, что они зуб дают, что если мы жахнем по Франции или Англии, то ни одной ракеты нам не прилетит. А если хотя бы парочка прилетит и Москва превратится в Хиросиму, а Санкт-Петербург в Нагасаки, или Воронеж, или Екатеринбург, это достойная плата за их эксперименты? Так что вот здесь очень серьезный вопрос. Поэтому они остановятся. Первое, что для них недопустимо, это самоубийство вместе с Россией. А второе, когда они будут нести ущерб, неприемлемый для них. Кстати, неприемлемый ущерб совершенно не означает ядерную войну. А вот неприемлемого ущерба мы пока даже не пытались ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу нанести. Мы с них, что называется, пока пылинки сдуваем. Ни одного болезненного ответа пока не было. взрывается наш стратегический газопровод. У них взорвался какой-нибудь стратегический объект? Нет. Мог бы, но это не наш метод. Они обстреливают наши города руками киевского режима. Французские гаубицы, французские снаряды, гибнут российские граждане. Где там в Новой Калитонии, по-моему, было, помните, попытка антиколониального восстания против французских колониалистов. Там у этих восставших появилось оружие. Поехали туда добровольцы сражаться за свободу Новой Калитонии от французских колонизаторов. Нет, это не наш метод. Так а хуситы, которые постоянно обстреливают или захватывают корабли, у них же тоже баллистические ракеты могли бы появиться? Но не появляются? Да, появится баллистические ракеты, самые различные ракеты, но, опять-таки, не наш метод. Хуситы же они такие, а вдруг они возьмут не по какому-нибудь кораблю стрельну англосаксонскому, а по Израилю. Не-не-не-не-не, нельзя, нельзя, нельзя. Вместо этого выпускаем на экран Караганова, и он говорит, еще один шаг на пути эскалации, и мы обязательно с жахтом, ядерной бомбой. Вот по такой схеме мы, увы, уже риск реальной ядерной войны становится не нулевым. Такая схема может привести к тому, что другого выхода не будет. когда или капитуляция, или ядерная война. Поэтому все очень и очень серьезно. А если к этому добавить, что на Украину сейчас поставили не просто F-16, а F-16, которые переоборудовали перед этим, прошли модернизацию от возможности несения ядерных зарядов, то все становится очень и очень опасно. И эту опасность нам нужно понимать. Не заниматься глупостями и не убеждать себя, что Емун помирает, что Трамп завтра придет и все исчезнет, как весной последний снег, и что мы снова заживем, как при бабушке, что снова мы начнем летать в свои замки на Туманном Альбионе, на свои виллы, на Лазурке. Этого уже не будет. Вот это нужно понимать, что момент сейчас очень и очень серьезный. Вот судя по тому, как сейчас действует и что приказывает делать президент и верховный главнокомандующий, в том числе те самые учения, которые сейчас проводятся беспрецедентные, я надеюсь, что это воплотится в реальные действия. Ну да, совершенно очевидно, что ни мы, ни они ядерной войны не хотим, ну, по крайней мере, здравые политики, они же тоже есть в США и в Европе, но здесь же вопрос в чем, хотеть-то они ее не хотят, но Россию они всячески провоцируют, вот эти Курскую область, вот эта вот атака беспилотниками на Подмосковье, они же постоянно повышают вот этот градус эскалации. Вот здесь тоже есть два или даже три подвопроса. Первое, они не хотят и мы не хотим. Самоубийством заканчивать этот конфликт не хочет никто, это понятно. Но когда мы говорим никто, это не значит, что таких лиц вообще нет. Нужно понимать, что и в политике, кстати, и в истории действуют силы, которые медвижат ненависть к окружающему миру. Это хорошо описано было и в теории антисистемы Льва Николаевича Гумилева, и в теории малого народа Игоря Руслановича Шахаревича. Давайте вспомним вот покойной королевы, супруг английской королевы. Помните его фразу, что он хотел бы в следующей жизни родиться вирусом, который убьет все человечество. Сильно сказано? Вот это комплекс ненависти человечеству к окружающему миру, он присутствует, он есть, он реальность. Когда этим комплексом наделены люди, способные принимать решения, это очень и очень опасно. Поэтому, когда мы говорим, что никто не хочет, вот есть, нужно учитывать существование таких людей, которые пойдут на это, готовы пойти, и которые занимаются сейчас тем, что провоцируют ядерную войну между Соединенными Штатами и Россией. Они есть и там на Западе, и они есть здесь. И этих людей нужно понимать всю их опасность, что это не просто болтовня. Это первое. Второе, по поводу того, что провоцируют. Совершенно верно, Соединенные Штаты, по-моему, это уже шито белыми нитками, понимая, что Россия не рухнула за последние два года с лишним специальные гибридные войны, разыгрывают сценарий ограниченной ядерной войны в Европе. Именно под это, кстати, и были поставлены модернизированные F-16 на Украину. Потому что я напомню, что в той же Европе, в странах НАТО, там, наверное, несколько сот всевозможных модификаций F-16. И можно было бы выбрать те, которые не проходили такой модернизации. Их прошло меньшинство. На это были выделены немалые деньги. И как раз нидерландские F-16 прошли такую модернизацию. И именно их поставили туда. Действительно, ударами вглубь России, вторжением в Курскую область, с одновременным раскручиванием вот этой истерии в социальных сетях, везде. надо жахнуть ядерной бомбой. Они провоцируют ядерный ответ тактическим ядерным вооружениям для того, чтобы затем поставить тактическое ядерное оружие киевскому режиму. если кто-то сейчас скажет, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, что есть договоренность о нераспространении, пусть они вспомнят хоть один договор, который еще Соединенные Штаты не нарушили. А тут как же по безядерной державе Россия жахнула ядерной бомбой. Нужно же помочь. А вот случайно рояль в кустах F-16 для этого приспособлены и американские, а может быть, кстати, не американские заряды, а английские или французские. Я думаю, что американцы здесь даже постерегутся, предоставят эту честь англичанам или французам. Перекочевывают на Украину к последующим развитием событий, каким мы понимаем. И от того, что мы превратим Украину в выжженную ядерную пустыню, а киевский режим, соответственно, превратит значительную часть европейской части России в выжженную ядерную пустыню, Соединенным Штатам, я думаю, будет ни холодно, ни горячо. А если от этого при этом пострадает еще и исчезнет в ядерной войне Польша или даже Германия, я думаю, Соединенные Штаты совершенно не расстроятся. И вот этот риск мы тоже должны понимать. Мы должны понимать, насколько опасно в мире мы сейчас живем, что от решений, которые принимаются и в Вашингтоне, и в Москве, сейчас очень-очень многое зависит. И какая колоссальная ответственность сейчас лежит на плечах Верховного главнокомандующего. И вот те действия, которые у нас вместе с Белоруссией, размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, это же все как раз от понимания происходящих событий. Для того, чтобы остудить горячие головы и дать понять, что, ребята, не стоит. А если все-таки рассматривать отдельно эту авантюру, операцию, атаку, можно по-разному называть ВСУ в Курской области, то что это? Это звенья той же цепи эскалации или это все-таки, как они заявляют, попытка добиться каких-то более выгодных позиций перед переговорами? Что это было? Потому что совершенно очевидно, что это была чистейшая воды авантюра без каких-либо я думаю, надежд на какие-то стратегические успехи? Вы знаете, вот здесь я с вами не согласен. Опять-таки, давайте не будем выдавать желаемое за действительное и не будем недооценивать противное. Как только началась эта операция, у нас очень много было тоже публикаций о том, что это авантюра Зеленского, нанюхался всевозможных веществ, что Запад в ужасе, не знают, что делать с таким сумасшедшим и прочее, прочее. Сейчас, по прошествии времени, уже ни для кого не секрет, и это уже официально признано в России на высшем уровне, вся эта операция планировалась и согласовывалась с Западом. Так что это никакая не авантюра безумного наркомана. Это все просчитывалось. И у этого есть четкие стратегические, именно стратегические цели, а не просто так для обмена территории. Обмен территории подразумевает готовность завтра сесть за стол переговоров и разойтись. По принципу того самого Иван Иванович поссорился с Иваном второе. То, о чем я только что говорил. Эта авантюра была призвана спровоцировать руководство России на применение тактического ядерного оружия по Украине. Чего очень и очень ждали на той стороне. Если кто-то опять-таки думает, что как же так, Зеленский и компания на это пойдут, что будет с Украиной, Зеленскому и всем его приближенным до того, что будет с Украиной и украинцами, нет абсолютно никакого дела. Их семьи давным-давно живут уже за пределами Украины. Для них Украина это только территория, на которой они сейчас правят и обогащаются. А население это не более, чем пушечное мясо. Вот это нужно понимать. Поэтому от того, что погибнут миллионы украинцев, им до этого нет никакого дела. эта провокация явно планировалась, потому что под нее сразу же была информационная раскрутка. Опять-таки, что у нас в социальных сетях, что на Западе, в западной прессе о том, что Россия того и глядит, применит ядерное оружие. То есть готовили общественное мнение Запада к тому, что Россия нанесет ядерный удар. Это не сработает. Ну, а там ведь, как всегда, когда планируются серьезные операции с Вашингтоном, всегда есть несколько развитий событий. И второе, стратегическое, это подорвать доверие населения по Верховному Главнокомандующему. Все прекрасно понимают, что это особенность России, что Россия держится до тех пор, пока есть вера в Верховную власть. Как только решается, что царь ненастоящий, страна рушится. И они это хорошо знают. Они хорошо знают, что поражение России можно нанести только ударом изнутри, посея внутреннюю смуту. И они на эту внутреннюю смуту работают с самого начала специальной военной операции. Помните, сначала они пытались организовать дворцовый переворот, когда вводили сначала санкции только против богатейших людей России. Потом была попытка разыграть сценарий февраля 1917 года. Из этого выросли мятеж Пригожина. Потом они начали раскручивать и станировать, активировать миграционную мину и продолжают это делать в России. Ну и плюс сейчас вот это вторжение в область должно как бы подтолкнуть к селению к тому, чтобы оно перестало доверять верховному командующему. И свои допрошелатели, и украинские, которые выдают себя за своих. Совершенно верно. И плюс к этому всегда находится огромное количество полезных идиотов, которым даже деньги не нужно платить, которые совершенно искренне всю эту повесточку транслируют в своих социальных сетях. А если один прочитал, второй, третий, и дальше по системе снежного кома. То есть работа идет, не покладая рук, что называется, трудятся. В этом же ключе, кстати, надо рассматривать и вот те самые удары вглубь территории России. Это все звенья одной цепи. Но что самое интересное, тут же акцент, наверное, даже больше на информационную составляющую делается, потому что каких успехов по сути они в Курской области добились? Какие-то населенные пункты заняли, на определенное количество десятков километров действительно продвинулись? Но в интернете это выдавали за чуть ли не знаю невзятие Курска и путь на Москву прямой дорогой. Ну а я напомню, что когда в феврале 17-го года под лозунгами, что царь не способен привести страну к победе, устраивали февральскую революцию, устраивали государственный переворот воюющей стране, по-моему, на фронтах была как раз ситуация более чем благоприятна, армия была готова к летнему наступлению, которое должно было коренным образом изменить последствия войны, кстати, из-за чего государственный переворот и ускорили, и устроили его именно в феврале перед весенним наступлением, потому что понимали, что после этого наступления раскачать население на поддержку февралистов будет невозможно. Так что на информационную составляющую в таких делах всегда делается став. В первую очередь делается став. И вот это информационное поле это одно из полей битвы, причем решающей битвы. От того, что появится в умах в сердцах людей зависит, чем закончится гибридная война против России. Поэтому говорить, что это просто какие-то блогеры и прочее, нет, 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 это все очень-очень серьезно. И к этому нужно относиться именно как к боевым действиям, направленным на уничтожение нашего народа и нашего государства. И здесь тоже нужно понимать, что судьба России и Белоруссии здесь мы в одной лодке. Уничтожить Россию, пустят ее по вот этому сценарию внутреннего хаоса, Белоруссии не вышит. Возвращаясь к этому вопросу об обмене территориями, понимаю, что это полная глупость, это то, о чем собственно говорили по-моему в Киеве, о том, что они собираются создать некий паритет между возможными переговорами. Ну, во-первых, политики никогда не говорят правду, только правду и ничего кроме правды. Политики всегда говорят то, что в данный момент необходим. Это работа у них такая. Поэтому удивляться, а зачем же они говорили про обмен территориями, когда ни о каких переговорах сейчас речи нет, ну, по-моему, более чем странно. Это, опять-таки, одна из дымовых завес истинных целей. Ну, что же, они выйдут и скажут, мы это все устраиваем для того, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия по Украине и для того, чтобы подорвать командующему и спровоцировать внутреннюю смуту в России. Вот выходит, Зеленский прямо на голубом глазу это все открытым текстом говорит. Ну, смешно ведь, правильно? Ну, вот. Что там говорили западники, когда они отправлялись в первую свою колониальную экспедицию под названием «Крестовый поход»? Они разве говорили, что они идут кого-то грабить, что-то завоевывать? Они шли освобождать гроб Господень. А как там назывались операции, которые Соединенные Штаты в последние в конце 20-го, начале 21-го века устраивались ковровыми бомбардировками неугодных стран? Нерушимая свобода. Да, 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 да. А потом мы обсуждали, ну, они же свободу несли. Поэтому, ну, слова есть слова. Я вот, кстати, еще что заметил. Вот вы говорите, они качают информационное пространство, они его еще вот на какой теме пытаются раскачать, на теме возможных переговоров. Знаете, как только кто-нибудь в Кремле, ну, Песков, например, скажет о том, что так-то и так-то, мы готовы к переговорам, мы от них не отказывались, сразу начинаются вопли о том, что это договорняк, о том, что нас сейчас всех кинут, какие переговоры, вот эта тема тоже раскачивается, что интересно. Ну, опять-таки, в этом нет ничего удивительного. С нами имеет дело очень умный, очень сильный и очень опасный враг. Они прекрасно изучили Россию. Когда кто-то говорит, что на Западе не знают, не понимают Россию, это все, опять-таки, от лукавого. Они изучают, изучают и изучают. Они все болезненные наши точки хорошо знают. Когда они начали раскачивать миграционную тему, они что, случайно выбрали на роль террористов в Крокусе именно таджик? Нет. То есть они находят малейшее болезненное место психики наших граждан, сознания наших граждан, и начинают эту болезненную точку превращать в колоссальный нарыв. Скрывать, что у русских людей есть комплекс, связанный с договорниками, я имею в виду Хасавюртовские соглашения, в первую очередь, это глупо. Это действительно в подкорке сидит. Сколько раз со времен Горбачева власть предавал. Мы это хорошо знаем. И страх предательств сверху, он в подсознании есть. И на этом страхе тоже работают. Как на теме миграции, как на теме договорника, все продали и прочее, прочее, прочее. То есть они хорошо изучили все наши болевые точки. Пытаются превратить эти болевые точки в смертельные язвы. и думать, что они от этого откажутся, с каких-то благородных соображений, более чем странно. Поэтому с этим нужно бороться. И в первую очередь, эти вещи нужно называть своими именами. Да, конечно, среди тех, кто работает на превращение этих болевых точек в смертельные язвы, немалое количество тех самых полезных идиотов, которые это делают искренне. Но в свое время еще Лев Николаевич Гумилев очень хорошо сформулировал мысль о том, что откровенное зло никогда не может развернуться, потому что оно отталкивает. Злу всегда нужны полезные дураки, которые затем говорят, ну мы же думали, что делаем во благо. Вот этот тезис о том, что благими намерениями выложена дорога в рай. То есть в ад, извините. Это же не на пустом месте появилось. Поэтому вот эти вот дураки, которые считаются для себя праве, как писал Гумилев, не просчитывать, что они делают, они не менее опасны, чем откровенное зло, а может быть даже более опасны, потому что откровенное зло без них бессильно. Поэтому когда говорят, что нельзя здесь что-то там предпринимать, потому что это же люди искренне, они просто заблуждались. Искренние толпы, которые заблуждались и вопили от восторга на речь Милюкова про глупость или измену, не менее виновны в том, что потом страна умылась колоссальной кровью, не менее, чем Милюков. Вот это тоже нужно понимать. И здесь не растут соль. Я понимаю, что, как вы ранее говорили, это не наш метод, но в тех же Соединенных Штатах этих болевых точек не меньше. Та же тема неконтролируемой миграции у них тоже более чем актуальна. Было бы, наверное, логично как-то работать в ответ. Болевых точек и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе более чем достаточно. Была бы политическая воля для того, чтобы это использовать. А то, что наши специальные службы это умеют делать, в этом, я думаю, ни вы, ни я не сомневаетесь. Нужен приказ на то, чтобы отвечать. А пока они не получат болевого ответа, пока они не поймут, что продолжать гибридную войну с Россией, это себе дороже, это оборачивается конкретными убытками, договориться будет невозможно. Да, кстати, скорее всего, с Евросоюзом договориться невозможно, потому что для него уже ничем не запугаешь. В случае, если Россия не рухнет, ему конец. А вот Соединенные Штаты, да, потеряют, понесут ущерб, если не смогут сломать сейчас Россию, но они не погибнут. И вот поэтому и нужно создавать для Соединенных Штатов столько болезненных ситуаций и столько угроз, чтобы они поняли, что продолжение себе во вред. Лучше найти компромисс. Но на компромисс они пойдут только когда поймут, что количество неприятностей для них личных превышает те плюсы, которые они могут получить в результате продолжения конфликта. И опять-таки говорю, речь не идет о запугивании и размахивании ядерной бомбы. Абсолютно. Решить все-таки на такой более оптимистичной ноте. Не могу не спросить у вас, знаю, вы недавно были в Беларуси и отдыхали в одном из наших санаториев. Какие у вас впечатления в целом о нашей стране? Что-то посмотрели, может быть, из достопримечательностей, где-то побывали? Ну, вы знаете, я люблю Беларусь, и я отдыхаю в Беларуси уже больше 20 лет. Первый раз я поехал еще в середине 90-х годов. Помните, когда только-только начиналась борьба за интеграцию Беларуси и России? Первые шаги, первые инициативы, у вас референдумы, победа Александра Григорьевича Лукашенко на выборах, и вот все эти инициативы. Я тогда в этом процессе чуть-чуть, естественно, на своем уровне участвовал, создавал на нескольких российских радиостанциях первые еженедельные программы, посвященные в Белоруссии и вел их. И вот тогда, в советское время я, кстати, не был в Белоруссии, и вот тогда я впервые поехал, и не скрою, я влюбился в Белоруссию, мы с женой каждый год ездим в Белоруссию, и заездили практически всю. И в этом году мы вновь были. Надеюсь, что это продолжится. Продуктами нашими не закупались? Молочкой, колбасами знаменитыми? Увы, с собой это все не заберешь. Конечно. Белорусский продукт это прекрасно. Белорусские озера, белорусские леса, это великолепно. Игорь Сергеевич, спасибо вам большое и за эту содержательную беседу, и за добрые слова о нашей стране. И будем надеяться, что еще увидимся и услышимся с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин